Начинаем серию уроков касательно иного мира, вечности души и вот этот именно вопрос. И начнем с вечностью души. Первая основа. Душа, несомненно, является вечной. По-моему, этот вопрос является настолько ясным, что излишне изнеснять его бесполезно. Однако, из-за того, что в данное время материалистическая мысль сделала всех рассеянными, она придала сомнение разумам в самых очевидных вещах. То есть, от того, что сейчас люди именно все в материи, материальном все ищут, даже самые очевидные вещи для них становятся чем-то очень далеким. Таким образом, чтобы удалить сомнения, мы предисловием укажем на четыре источника из многих источников чувств сердца и проницательности разума. Предисловие. Вечная, бесконечная и неподражаемая красота, конечно, желает вечности и увековечивания, отражающего эту красоту улюбленного. То есть, красота Всевышнего, которая видна в красотах созданий, требует, чтобы отражали эту красоту и любили ее. А также, безукоризненное, вечное, совершенное творчество желает постоянства размышляющего его глашата. То есть, Всевышний постоянно создает новые виды, какие-то образы, новые искусства, желает, чтобы были те, кто размышляет над ними, видит и высоко оценивает. А также необъятная милость и благосклонность, которая видна на поверхности Земли, допустим, Всевышний, как каждой весной одаривает свои создания, делает необходимым постоянство одаривания нуждающихся благодарных. То есть, именно необъятная милость и благосклонность, щедрость Всевышнего делает необходимым существование тех, которые были бы постоянно нуждались в дарах и благодарили за эти дары. Получали дары и благодарили. Таким образом, тем отражающим и страстно желающим, отражающим красоту Всевышнего, и кто любит его, эту красоту, тем размышляющим глашатаем, кто размышляет над созданиями Аллаха, и тем нуждающимся благодарным, прежде всего, является душа человека. В таком случае, на пути к вечности, она будет сопутствовать этой красоте, совершенству и милости, оставаясь вечной. А от того, что эти качества Всевышнего, они вечны, то, конечно, еще и душа человека, она остается вечной. Всевышний от своей милости дарует бытие душе, какой-либо душе, и обратно у нее уже не забирает. То есть, тело может распадаться, собираться, но душа остается вечной. Итак, первый источник, субъективный. То есть, каждый, кто обратит внимание на свою жизнь и навс, даже на свое тело, почувствует вечную душу. Да, очевидно, что каждая душа, сколько бы лет она ни провела в этой жизни, несмотря на изменения телесной оболочки, остается вечной. Если это так, то поскольку телесная оболочка является приходящей, конечно же, смерть полностью оголяет душу, не влияет на ее вечность и не нарушает ее сущности. То есть, все частицы тела человека обновляются, абсолютно все частицы. Но есть то, что остается постоянно. Это и есть душа. То есть, настолько человек изменяется, что со временем даже в фаспорте, допустим, приходится менять фотографию, потому что человек изменяется, его тело постоянно в изменении. Но это мы знаем, тот же самый, та же самая личность, тот же самый человек. И что остается неизменным именно его душа. Душа постепенно всего лишь меняет свое телесное облачение на протяжении жизни. Во время смерти же она раздевается сразу, то есть, снимает свою одежду. Весьма явным чутьем, а скорее посредством наблюдений подтверждено, что тело существует благодаря душе. То есть, пока душа есть в теле, это тело живет. Таким образом, душа не существует благодаря телу. Скорее, по причине того, что душа существует и управляется независимо, пусть тело распадется и собирается, как пожелает, это не повлияет на ее самостоятельность. Скорее, тело является не одеждой, а жилищем и гнездом души. То есть, тело на самом деле, это даже не одежда души, а ее дом. То есть, она в этом доме живет, душа. У нее есть своя одежда, которая не распадается. Пожалуй, одежда души имеет в некоторой степени постоянную и тонкую оболочку, которая по своей тонкости присуща душа, а также имеет подобие тела. Это означает, что в момент смерти она не остается полностью оголенной, а выйдет из своего гнезда и оденется в подобие тела. То есть, у него для существования в загробном мире, в мире Бирзах, до Судного дня, имеется имена, своя присущая ей оболочка, свое какое-то тонкое тело, которым она пользуется. Подобно телам ангелов и других духовных существ. Второй источник объективный, то есть, некое уродо постановление, основанное на опытах, проявившееся от неоднократных наблюдений, многочисленных фактов и неоднократных взаимоотношений. Да если познается жизнь после смерти одной души, это сделает необходимым вечность всех душ. Ибо по научной логике, несомненно, что если естественная особенность проявится всего лишь у одного индивидуума, то можно постановить, что она также существует и у всех индивидуумов, поскольку это присуще этому виду созданий. Если одна душа вечна, то и остальные тоже. Если она естественная, то существует у всех представителей. Между тем, не то что у одного индивидуума, а скорее имеется столько следов, опирающихся на бесчисленные и не поддающиеся счету наблюдения, и столько признаков, подтверждающих вечность души, которые являются настолько явными, что подобно тому, как не приходит ни единого сомнения в отношении существования нового света, то есть того, что существует Америка, и там находятся люди. Хотя, может, многие из нас не были в Америке, но знаем, что там, по сообщениям, кто там был, по этих людей, мы знаем, что она существует. Точно так же не поддается сомнению и то, что сейчас в скрытом мире и в мире духов в великом множестве существует души умерших людей, взаимосвязанных с нами. Наши духовные дары направляются к ним, а их же светлое умиротворение приходит к нам. Например, салават пророка читаешь, И оно сразу доходит до него, он отвечает. И их духовное умиротворение приходит к нам, светлое умиротворение. Например, когда приходишь на территорию, допустим, мечети пророка, каждый человек чувствует такое облегчение, такую радость, то есть его присутствие этой души, светлой души, как пример, и много таких примеров есть. И множество случаев общения с душами умерших существует даже у простых людей. Со времен сахабов такие случаи есть, и сейчас, в настоящее время, тоже есть. Известные такие случаи очень много. А так же явным внутренним чутьем можно почувствовать, что после смерти человека, его основной аспект остается вечным. Тем основным аспектом же является душа. Душа же не подвергается разрушению и распадам, ибо она проста и едина, то есть не состоит из каких-то частей. Ведь разрушение, распад и разложение присущи многочисленным и сложным вещам. Как было сказано выше, жизнь обеспечивает образ единства в множестве и в некотором роде служит причиной вечности. Значит, единство и вечности являются основами души, которые через нее распространяются на множество. То есть тело, что из нас представляет? Это какие-то части органы, клетки там, из частей состоящая вещь. Но пока душа присутствует в теле, от того, что она едина, это как единый организм работает. Как только душа выходит, это из множества состоящее тело, оно распадается. Значит, единство и вечность являются основами души, которые через нее распространяются на множество. То есть пока эта душа присутствует в теле, его качество – это единство и вечность. То есть жизнь, оно продолжает в теле существовать. То есть как одно и продолжает существовать. Гибель может произойти с разрушением и распадом. Однако единство и простота души не допустят, чтобы разрушение и распад вошли в нее. От того, что душа не состоит из каких-то частей, это один приказ Аллаха, то она уже не распадается на части. Или же гибель происходит через уничтожение, то есть абсолютное небытие. Но бесконечная милость абсолютно дарующего Творца не позволит. И его необъятное милосердие не допустит, чтобы данный им дар существования был уничтожением, взят обратно у человеческой души, столь достойной и жаждущей этого дара. То есть даже элементарно человек кому-то что-то подарит, потом возьмет, отберет обратно, это некрасиво. Но здесь душе человека дать почувствовать бытие в существовании, а потом у него отобрать, это огромная несправедливость и жестокость. Всевышний никогда этого не сделает. Поэтому даже души неверующих не уничтожает. Один раз если дал почувствовать бытие, все, эта душа остается вечной. Пусть даже некоторые есть и в аду будут, но все равно душа всегда остается вечной. От милости всевышнего. Третий источник. Душа является живым, сознательным, лучезарным, облаченным во внешнее тело. То есть и она видит, слышит, чувствует, и ее тоже нужно воспринимать в реальность, то есть как реально существующая вещь. Содержательным, истинным и способным приобрести многое законам повеления. Между тем, самые незначительные законы повеления удостоены непоколебимости и вечности. Ибо если обратить внимание, то во всех видах, подвергающихся изменениям, существует неизменная реалия, в соответствии с которой они, проходя через круги перемен, перевоплощений и различных этапов жизни, изменяя тем самым свои образы, не умирая и живя, остаются вечными. Таким образом, каждая человеческая личность, будучи обладающей содержательной сутью, объемлющим разумом и всеобщими идеями, принятое образ целого вида. Закон, действующий и относящийся к целому виду сознаний, действует также в отношении одной человеческой личности. «Поскольку обладающий величием Творец создал человека как содержательное зеркало всеобщим поклонением и возвышенным нравом, и так как истина души, находящаяся в каждом индивидууме, если сменит даже сто тысяч образов, то есть каждый день даже в какой-то степени человек изменяется, то по воле Аллаха не погибнет и уйдет так же, как и пришла, обладая жизнью. В таком случае сама душа, являющаяся разумной сутью и живым элементом человека, по велению и воле Аллаха является неприходящей, вечной». Четвертый источник. «Законы, повелевающие и действующие в видах, в некоторой степени подобны душе». То есть не совсем как душа, но в какой-то степени похожи. «Оба они исходят из мира повелений и воли, а потому на определенном уровне эти законы отчасти соответствуют душе, так как происходят из одного источника. Однако, если внимательно посмотреть на эти законы, являющиеся повелевающими только среди видов, не обладающих чувствами, можно увидеть, что эти, если бы эти законы облачились во внешнее существование, то стали бы некими душами этих видов. Между тем, эти законы являются вечными, постоянными и устойчивыми. Никакие перемены и преобразования не могут повлиять на их единство и разрушить их». Например, очень интересный пример сейчас есть. «Если погибнет и распадется дерево инжира, например, то закон формирования, который является образом его души, как бы своеобразной его душой, не умирая, навечно остается в его семечке, подобном атому. Итак, поскольку даже самые простые и слабые законы повеления, взаимосвязанные с вечностью и постоянством, конечно же, становится необходимой взаимосвязь человеческой души не только с постоянством, а с вечной вечностью. Ибо душа, также к воизложению Кур'ана и согласно со славным повелением «Кули руху мин амри робби» «Скажи дух, душа, от повеления Господа моего» является сознательным законом и живым правилом, пришедшим из мира повелений. Это извечное могущество надело на него внешнее существование. «Значит, подобно тому, как бессознательные законы, изошедшие из качества воли и мира повелений, постоянно или чаще всего остаются вечными, также и душа, которая подобно им исходит из мира повелений и является проявлением качества воли, представляющим их, некоего брата, гораздо больше заслуживает и достойна того, чтобы получить вечность». А вот такой маленький пример, допустим, некое растение живет. Смысл его сохраняется в семенах, потом приходит зима, как бы, да, своего рода пьянмот, разрушение, там, смерть. Потом своеобразное воскрешение, следующая весной, опять же, из этой программы, из этой косточки создается это дерево, своеобразное его воскрешение происходит. Ну, это маленький пример, но человек, у него уже в великом виде это все будет происходить. «Ибо душа является существующей, обладает внешней реальностью и намного сильнее и возвышеннее, чем они, то есть, чем те законы, то есть, формирование дерева, или так далее, эти повеления, душа намного более возвышенная и сильнее, ибо она обладает сознанием, разумом, а также душа является более постоянной и ценной, чем эти законы, так как она обладает жизнью, живым является еще». Субханаке ла альмелена илля ма алламтена, иннека антен алимин хаким, ваальхамду лиллэхи раббил ааламин.